всем привет с вами ира и канал готовим с любовью сегодня будем готовить очень вкусную и ароматную лазанью из кабачков для лазани из кабачков нам понадобятся такие продукты 1 яйцо 1 большая луковица 1 морковь 2 кабачка весом 400 граммов 4 столовые ложки сметаны 1 столовая ложка томатной пасты пучок укропа 100 грамм твердого сыра 300 грамм марша соль перец по вкусу и по желанию приправа хмели-сунели сначала займемся луком нарезаем средними кубиками теперь на крупной терке натираем морковь мелко нарезаем укроп я сначала подготавливаю все ингредиенты делаю нарезку а потом мы быстренько приготовим лазанью наступает лето пора овощей поэтому нужно кушать вкусно и легко скоро море пляж все хотят быть в идеальной форме теперь на крупной терке натираем 100 грамм твердого сыра сыр вы берете любой который нам больше нравится дошла очередь и до кабачков нам нужно их нарезать тоненькими слайсами я очищаю кабачки некоторые не очищают если молодые но я как-то всегда очищаю мне больше нравится без кожицы вот примерно смотрите такие тоненькие слайсы вам нужно нарезать на доске раскладываем наши слайсы немножко расправляем и теперь нужно посолить слегка как вы уже поняли кабачки это и будут у нас листы лазанью имитировать листья глазами это как бы наше тесто будет так есть оставляем на пару минут а сейчас займемся зажаркой на раскаленную сковороду с растительным маслом выкладываем лук и обжариваем его до золотистого цвета лук слегка поджарился теперь добавляем к нему морковь перемешиваем и тоже нужно морковь с луком слегка подрумянуть теперь к луку и моркови добавляем фарш 300 грамм я выбрала свиной но можно брать любой куриные кто какой любит сейчас нужно приправить добавляем соль перец молотый у меня молотый черный и бушистый и также я добавляю приправу хвари сенея она очень подходит к этому блюду вот уже мясо начинает пускать сок теперь мы добавим немножко водички чтобы протушить слегка теперь к фаршу добавляем столовую ложку томасной пасты и хорошо теперь нужно протушить мясо минут пять так как у нас еще лазанья будет запекаться этого достаточно будет она у нас уже и так готова к зажарочке я добавлю чайную ложечку сахара она будет иметь сладковатый вкус то что нам нужно слегка еще под причиной сынок тише перемешиваем и выключаем огонь так это у нас готово сейчас делаем соус выкладываем в тарелочку 4 столовые ложки сметаны или сливок у меня сливки они сладковатые на вкус домашний мне очень нравится добавляем сюда одно яйцо перец и конечно же соль и перемешиваем все мы подготовили теперь берем нашу подливу и добавляем сюда часть укропа половинку где-то а половинку оставим для украшения перемешали теперь я беру форму для запекания форма для запекания у меня размером 30 на 22 и теперь начинаем формировать нашу лазанью выкладываем кабачок первый слой теперь идет у нас подлива мясная духовку включила заранее разогреваться 180 градусов так разложили теперь поливаем соусом сверху если вы будете в соус использовать магазинную сметану то знайте она немножко с кислинкой нужно будет добавить немножко сахарка чтобы соус не был кислым и дальше мы повторяем снова все слои берем кабачок плотненько теперь улаживаем и теперь полностью выкладываем всю мясную зажарку которая у нас есть заливаем лазанью оставшимся соусом и посыпаем сверху твердым твердым сыром лазанью из кабачков отправляем в разогретую духовку на 180 градусов лазанья выпекалась 45 минут лазанья получилась превосходная ароматная с золотистой корочкой сочная в общем что я могу вам сказать приятного аппетита я не удержалась и уже отрезала кусочек лазанья просто превосходная с золотистой корочкой сверху в общем это очень вкусно приготовьте порадуйте своих родных вкусным и полезным блюдом подписывайтесь на мой канал ставьте лайки а с вами была Ира и канал готовим с любовью до новых встреч пока пока пока